всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл я делал обзоры на разные телефоны и на совсем бюджетные и на середнячки и на флагманы моих руках телефон от компании техно вспомнил 90-е народная техно если кто помнит конечно на самом деле телефон недорогой и могу сказать что что-то ему можно просить учитывая цену что-то нет но позиционирует он сам себя сам себя реально смотрите объясню почему позиционирует такие слова говорю выглядит он дорого с обратной стороны выглядит как будто это стеклянная задняя крышка тройная камера смартфоне 4 камеры три камеры основных 1 фронтальная и основная фишка этого телефона здесь их несколько но основная позиционируется как я понимаю это широкоугольная съемка и действительно вы знаете что телефон и широкоугольной съемкой потом она работает и в формате 4 на 3 и формате 16 на 9 если кадры мы делаем ей обладают как правило дорогие телефоны там около 20 тысяч ну или чуть меньше но действительно дорогие и флагманы здесь же в таком недорогом телефоне мы видим кучу всего давайте разберемся есть вещи которые понравились есть вещи которые не понравились начнем по порядку телефон пластиковый а задняя крышка у него тоже пластиковая но она очень сильно напоминает стеклянную как будто телефон дорогой с другой стороны опять же если развернем тут телефон уже кажется совсем простым по нынешним меркам даже и не даже по нынешним меркам рамки у него большоваты и сверху и снизу и с боков рамки большие другой стороны бортик вперед выступает достаточно сильно он двухуровневый вот верхняя часть экран матрица она выступает где-то миллиметром на три и если бы рамки были меньше данном случае я так понимаю тогда были бы ложные нажатия держал ложных нажатий нет совсем сам дизайн мне с обратной стороны кажется красивым спереди таким не очень красивым мягко говоря но самое главное что телефон не скользкий я вот нисколько не прикалываюсь руки ничем не смазал там клейки но телефон реально лежит на руке и не падает это очень здорово он очень ухватис здесь за эту пластиковую крышку с боков средний здесь обычный пластик но производитель не стал жилиться он положил в комплект и бампер еще дополнительно правда там бы и оторвал загрузку которая закрывает именно разъем юсби можете ее оставить и положил даже наушники в комплект поэтому с внешним видом наверное все-таки зачет главное что не скользкий ну действительно это важно телефон весит 152 грамма кстати это немного по нынешним меркам для 6,2 дюйма дисплея батарейка 3500 батарейка удивило реально хорошая но не поговорим чуть позже с внешним видом я заканчиваю отмечу что есть сканер отпечатка пальцев есть лоточек тройной с 2 sim карты и карту памяти в телефон одновременно поставить можно сверху я как ни искал я не нашел микрофон второй микрофон шумоподавления о здесь судя по всему нет но я по телефону разговаривал мне не показалось какие-то проблемы что слышно меня я слышу собеседника кнопка включения и кнопки громкости с правой стороны снизу все как обычно разъем разъем только к сожалению micro usb хотя кто-то скажет наоборот хорошо micro usb динамик динамик в меру громкий и разъем для наушников здесь helio a22 процессор о нем тоже расскажу позже свои впечатления звучит более менее нормально насчет динамика вы периодически пишите скажешь вам динамик реально классный никогда такого не слышал или скажешь динамик средненький вы пишете все наоборот тут очень сильно зависит как слушать что на нем если я включаю на нем рингтон ну просто рингтон ребят то понятно что любой динамик он будет очень громкий это очень громко а если я включаю видео то будет не так и громко и вы должны это понимать поэтому если я говорю динамик отличный это значит он сейчас вот обычный вот сейчас громкость максимальная динамик внизу не самое удобное место если держим телефон так поэтому динамик я скажу средний с внешним видом закончили переходим к экрану 6 и 2 дюйма сверху как мы видим фронтальная камера виде капли вырез но он достаточно большой вокруг камеры имею ввиду места много но его можно скрыть настройки телефона это позволяют оболочки экран 6 2 дюйма 1520 на 720 точек конечно это немного учитывая что экран еще и широкий 271 пиксель на дюйм ну все мы ну или большинство из нас знает что действительно где-то 300 пикселей выше это уже считается как человеческий взгляд пикселей уже не разглядит здесь если попытаться их может быть с трудом разглядеть можно но я тоже придираться не буду если делать какой-то мелкий мелкий шрифт то может быть какую-то рыхлостью видеть можно но с другой стороны тут почти 300 271 учитывая что телефон относительно недорогой простите ему это или нет решайте сами но как ни странно я не знаю в чем связь но вот про батарею сейчас поговорим закончу с экраном отмечу что яркость у него на грани фола она не маленькая на солнце вот нормально видно все он не блеклый но может быть хотелось чуть чуть больше но все равно нормальные фильмы смотреть картиночки как-то более-менее нормально все есть автояркость но единственное что мне не понравилось иногда автояркость нужно вручную ползунок двигать работает не совсем корректно возможно какой-то прошивка это дело обновят но в целом учитывая цену дисплей вполне себе нормальный а вот что касается батареи ребята меня это удивило повторюсь я не знаю причем тут разрешение дисплея но по идее должно на производительность сказаться но автономность у него очень хороша и опять же и яркость не могу сказать что прям совсем низкая но смотрите сами тест это IPS экран полный экран воспреждения видео на максимальной яркости в режиме самолета я всегда так тестирую много лет десять часов и еще запасом небольшим там порядка десяти минут прокрутил это очень круто единственное отмечу энергосбережение стоит здесь умная то есть не производительный режим не какой-то не энергосберегающие то есть я всегда ставлю что по умолчанию телефон когда включаешь из коробки там обычно всегда стоит средние настройки здесь тоже самое результат очень хороший и в реальном использовании мне показалось телефон держит нормально ну к вечеру раздеть его сложно хотя батарейка не такая большая все мы знаем что есть силами там с батарейками 4000 samsung там тоже но они правда подороже еще идут самсунге но все равно батарейка не самая большая но держит хорошо мы переходим к процессору тут у нас процессора хвалиться на самом деле совершенно нечем потому что процессор helio a22 он всего четырех ядерный 4 ядра так то частота 2 гигагерца это много но но 4 ядра и power beer 8300 видеопроцессор чудес никаких не дают даже в антуту вообще какие-то ничтожные 63 тысячи балла набрал с другой стороны если вы берете этот телефон не собираетесь играть в игры вам его производительности хватит здесь все-таки ребят 32 встроенной памяти и 3 гига оперативки для недорогого телефона это хорошо и напомню слот тройной то вот перелистывает менюшки папки открывает игры приложение разные открывает листает все вообще хорошо свободно 1600 хотя у меня открыто порядка там 12 сейчас приложений то есть производить с телефоном со скоростью телефона полный порядок а вот с играми конечно асфальт 8 запустите папка конечно можно запустить на минимальных настройках но helio a22 совершенно точно не игровой процессор ну и поговорим об оболочке оболочка совершенно мне незнакомая я с такой столкнулся впервые все так графически интересно можно сразу посмотреть память процессор там и так далее все круто камеры называется оболочка смотрите если мы посмотрим у ней то видим что версия android 9 это круто сама оболочка называется high os ну давайте посмотрим что она умеет каких-то базовых вещей то есть вот просто шторка уведомлений разумеется шторка уведомлений редактируется перелистываем показываем скорость работы потому что мне нравится как она работает все таки хоть и процессор простейший но работает все достаточно шустро есть возможность разделить сделать экран разделить на два это действительно удобно ну давайте посмотрим приложение которое поддерживает поддерживается почти все понятно что эта функция привычная и нужная но все-таки телефон бюджетный поэтому от него к нему я наверное более строг смотрите он даже antutu запустил некоторые не запускают кстати они просто пишут что приложение не поддерживается ладно фишечки если мы зайдем настройки рабочего стола то у обои виджеты рабочий стол настройки рабочего стола переход экрана можно сделать размер иконки кстати сейчас максимальные стоят а можно 120 делать прикольно я люблю кстати большие иконки сетка рабочего стола 5 на 5 там и так далее мы тоже видим больше или меньше удобно смотрим теперь сами настройки которых здесь достаточно много и настроек много я об этом наверно обманывался уже системная навигация которую можно поменять кнопки местами навигация жестами либо смешанные жестами и собственно вот такие кнопки 2 как на пиксели только на пиксели она здесь справа здесь слева удобно далее очень мне понравилось ну давайте в экран зайдем посмотрим яркость адаптивная регулировка спящий режим все это здесь есть область выреза пожалуйста легко скрывается при том обратить внимание закругление и здесь и здесь все как нужно молодцы и дальше тогда смотрим очень мне понравилось жесты разные если мы посмотрим про жесты смарт-устройство тут очень много всего быстрый запуск приложений пожалуйста всего лишь нужно что сделать нужно написать буковку c откроем камеру и можно назначить свои жесты как видим это удобно двойное нажатие жесты для музыки когда на экран выключен нажмите дважды в течение одной минуты чтобы получить информацию времени понятно поднятие для активации бесшумный режим много всего камер смартфоне 4 13 плюс 8 плюс 2 мегапикселей это основной модуль и 16 мегапикселей фронтальная широкоугольная съемка это реально прикольная штука действительно и здесь камера это работает это все камеры это не программа это прикольно круто что касается качество фотографий то конечно она средненькая объективно вы в любом случае посмотрите сами примеры фотографии я сделал в формате 4 на 3 и формате 16 на 9 записал для вас видео качество видео full hd поддерживает видео тоже средненькая но эффект боке например есть на обоих камерах и на фронтальной и на основной и мне кажется фронтальная камера даже снимает несколько лучше чем основная по фронталке особых вопросов нет опять же телефон относительно недорогой и посмотрите сами я для вас всегда оригинал оставляю ссылка под этим видео вывод по этому смартфону с обратной стороны телефон выглядит вполне себе презентабельно и интересно кажется что у вас в руке значительно более дорогое устройство обладает телефон на мой взгляд хорошей батарея которая подробно рассказал обычным ничем не примечательным с hd плюс разрешением дисплеем средненьким достаточно процессором но как-то сильно его ничем не обделили до модуль nfc если вам это важно здесь его нет все-таки телефон недорогой но есть gps галанас и бейдос навигации у него порядок если попридираться что в телефоне мне не понравилось то не понравились прямо такие огроменные рамки со всех сторон наверное все таки перебор даже для бюджетника качество фотографий критиковать глупо наверное недорогом телефоне но мне не понравилось качество видео и довольно таки так не особо впечатлился примерами фотографий как он может делать на 1 основные придирки даже если захотеть в любом случае я рассказал все об этом телефоне плюсы минусы особенности покупать его или нет конечно решать вам и оболочка я остался приятно оставил приятное впечатление именно оболочка вот именно поверх андроида 9 притом многие еще такие недорогие телефоны на восьмерке сидят так что выбор за вами если кто-то владеет таким телефоном не поленитесь напишите несколько слов как он у вас в использовании другим будет полезно ну и вообще делитесь своими впечатлениями в комментариях под этим видео также отмечу у меня есть живой инстаграмм всех приглашаю туда я туда выкладываю фотографии на что будут следующие обзоры а я же не прощаюсь а как всегда говорю до свидания будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо